всем привет итак покажу инструмент секаторы которым не довелось работать обозревать буду с позиции потребителя который заплатил деньги и хочет получить достойный инструмент кому это интересно не переключайтесь да в самом начале тем кто торопится хочет узнать какой из этих инструментов на мой взгляд самый удачный это вот этот японец далее те кто торопятся и уходят пока ну а мы продолжаем и не переключайтесь как начнем сразу с этого японца стоимость его ну в районе 80 долларов я его покупал года три назад тогда он даже стоил дороже у этого секатора самые хорошие стали среди всех секаторов вот за три года я его пытался поточить только этой весной это особой разницы не заметил сейчас попробую приблизить очень хорошие сталь это его самые главные преимущества этого секатора дальше преимущество в том что он такой компактный плоский небольшой его легко поместить в карман даже заднем кармане застежка вот эта стальная может и в этом положении работает смыкание лезвий происходит или вообще убрать это ну из недостатков наверно то что он такой громкий резкость падает вы мне говорите если что когда его первый взял впервые взял в руки то мне показалось что ручки крайне неудобные что они скользкие на ней действительно скользкие это не резина пластики такой как было ну ну глянцевый и казалось что рука будет попадать вот под эти наплывы и будет защемление но во время работы и вот рука принимает вот такое положение точнее секатор ложится в руку вот в таком положении и вот этот фиксатор он становится продолжением ручки вот работаем вот так напоминаю секатор три года им я работаю в паре вот с таким секатором который практически такой же это для чистовой работы а этим подрезаю то корни то вот разные такой поле грязной работы здесь такая застежка только она из пластика секатор из нержавейки кажется стоил он в районе 15 долларов не самый дешевый купил бы я его еще раз до купил вот точные названия если кому надо так далее в одной секатор сказал что это в 1 далее 2 хороший секатор это только 8 считается топовым секатора ручки у него конечно более интересные поле эргономичные но его самые главные фишка это его стали то что он компактный застежка здесь тоже надежная не мешает во время работы фиксирует четко здесь ось фиксируется просто обычной гайки практически но напоминаю три года ни разу с ним никаких проблем не было он ни разу не смазывался я не говорю что это правильно здесь как бы надежней фиксируется так должно быть из наворотов я бы отметил вот эту подушечку прорезиненные за счет этого будет смягчаться удар и сохранить ваш сустав тоже отличный секатор просто замечательный ручки здесь алюминиевые режущая часть вот она за меня ему ответная часть выполнена вот так с такой фрезеров например здесь ничего нет такого но хоть и от сок налипает но никогда никаких проблем с ним не было крайне доволен этим секатором первое место вот разделяют эти два секатора по цене он такой недешевый стоит он в районе 100 долларов так его коробочка с ним его коробка и с ним бывает ключ сталь хорошие это самое главное и удобные удобно его он положить в карман следующий это родственник этого секатора фельдка 13 покупался он как сучка рез допустим я уезжаю куда-то делать прививку и там есть порослили ну чтобы не брать с собой сучка рез метровыми ручками ну проще возить с собой такой секатор купил бы я его еще раз ну наверное нет стоимость его где-то в районе 140 долларов на 40 долларов дороже чем этот секатор он не не один в один смотреть то режущая часть больше и ручки естественно больше если в саду вот два три дерева то можно его держать как секатор как сучка рез но если обрезать приходится много то он я бы сказал неудобный допустим если работать в кроне и надо подлезть вот под какую-то ветку то эти эти большие ручки будут цепляться за другие ветки и будет ну манипуляции производить в кроне к ним будет неудобно здесь такие же подушки все такое только чуть-чуть здоровье и дороже следующий 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 обводной секатор и самый-самый дорогой это бергер стоил он ну где-то в районе 150 долларов заказывался он через amazon он самый навороченный среди всех секаторов из наворотов можно отметить эту масленку вот капаем сюда его не надо смазывать но опять напоминаю три года и ни разу не смазывался этот стоит 80 долларов этот 150 здесь тоже такая подушка который смягчает удар и так что он еще фиксатор ограничитель ручки такие же алюминиевые прорези прорезиненные резине ручки менее скользкие чем на фелька более приятные форма ручек практически одинаковые но все-таки на бергере чуть-чуть удобнее если уже прям сильно придираться чему резкость падает что в нем не понравилось не крайне не понравилось это вот этот фиксатор во время работы его у него есть такое положение вот закрытое и наполовину и во время работы вот ну как я выхожу из этого вот так сильно его отгибаю можете это так завода предусмотрена таком положении он отличный секатор купил бы я его еще раз за эти деньги наверно нет этот стоит почти в половину дешевле все с обводными закончили теперь молоткового типа ду обои или два вола лучше всего подходит он для обрезки виноградника просто вот работать удовольствие ручки такие прямые с резиной и на первый взгляд можно сказать что они ну неудобные но я бы не сказал что что они намного неудобнее чем вот эти ручки вот как это странно не звучит но он удобный единственное тяжелее всех секаторов здесь происходит рейс с обоих сторон одна часть плоская другая вот такая если делать рез этой стороной то будет шишечка если сделать рез плоской стороной то будет ямочка в середине так здесь есть вот такие ограничители тоже на кстати очень мощные ручки целые цельные вот такие ограничители которые создают ли этот характерный звук на мой взгляд слуху очень приятен какой он увесистый купил бы я его еще раз до купил он стоит в районе 60 70 долларов коробочка просто так его собрат та же фирма только ручки здесь уже такие алюминиевые даже чуть-чуть стоил дороже мне казалось что он какой будет более навороченный если здесь с одной стороны вот плоские здесь с обоих сторон одинаковые имеется ввиду врез будете него с такой щечкой но здесь нет вот этих ограничителей как-то и лезвий и лезвий бьются друг от друга это его недостаток остроту он держит намного меньше нежели этот цветок я себя видел такой обзор перед тем как покупать то не купил ну он гораздо легче это наверное его единственный плюс да еще не сказал про фиксатор фиксируется он хорошо можно носить в кармане но иногда этот фиксатор попадаете минут так тогда смыкание не будет и вот генею далее подобный это халки вот модель покупался он через amazon обошелся где-то в долларов 150 он не служил перед этим секретарем крайне удобный крайне хороший рез ручки алюминиевые у него сталь хорошие очень режет чисто то есть с одной стороны вот плоский с другой не плоский эти покажу но он же такой подуставший с другой стороны здесь нет тоже нет таких ограничителей но ограничитель есть вот вот там купил бы я его еще раз докупил его самый огромный недостаток новости от это вот его застежка который вот нажимаешь вот слегка упс и все она отпирает его нельзя носить в кармане а то вот таким легким движением застежка откроется и можно творить делов ну или может помочь плохому танцору это блашутка далее подобный кстати эти секаторы называют молотковыми молоткового типа это виска из всех секаторов на что его самым худшим не так все тех ограничителей и также лезвие бьются друг об друга и за точку держит и долго купил бы я его еще раз нет конечно стоит он в районе 40 45 долларов как бы недорогой но даже этих денег он не стоит ну это чисто мое мнение далее секатор гильотильного типа когда есть режущая часть и она упирается в ответную часть не скользит не прямо в не упирается и плюс здесь еще смещение оси за счет этого пресс происходит не не прямо вот так а как бы вот так чуть-чуть по касателю скользящий лес стоимость его в районе 80 долларов таком по конструкции ну простой довольно таки какие-то режет тихо и оп и не чистым соседи вас не слышат хороший рис очень его маркировка там интересно купил бы я его еще раз ну наверно нет если есть у меня вот думаю они не так для коллекции есть подобный секатор у центра инструмента он стоит в районе 15 долларов я бы не сказал что он хуже чем это который за 80 за эти деньги можно купить несколько таких он такой же под уставшим купил для такой еще раз до купил ну бывает еще такой с храповым механизмом такой тоже не советую покупать так едет хоть он не дешевый все равно нет лучше купить такой простой так на этом вроде все все показал все этикетки показал если моё видео кому-то будет полезным то я буду крайне рад всем здоровья всем пока хороших урожаев и отличных инструментов да секатор в кармане не носите особенно вон тут чик